Эвтаназия Давайте теперь обратимся к теме эвтаназии. Если вы прочитали главу и сделали записи по ней, значит, вы знакомы с некоторыми фактами и цифрами. Но я хотел бы сначала обновить для вас некоторую информацию, предоставив новые цифры и факты, более свежие о том, что происходит сейчас, и также о том, что происходило в последние 10 лет. Я рассматриваю случаи этих трех женщин на предмет споров в отношении эвтаназии. Мы с вами еще поговорим подробнее о каждой из них еще до окончания вечерних занятий, по крайней мере, я так рассчитываю. Скорее всего, вы уже слышали эти имена, может быть, даже все имена. Первое имя – это Кэрин Энн Квиволин. Даты, которые здесь приведены, явно не являются периодом всей ее жизни. Это период времени, в течение которого что-то происходило в отношении ее жизни и жизнеобеспечения, и всего, связанного с этим вопросом эвтаназии. Следующий случай, произошедший почти в то же время, это случай с Нэнси Крузен с 1983 до 1990 года. И далее, случай на текущий момент, Кэрри Шайва в штате Флорида. Эта ситуация еще не разрешилась, может, все закончится завтра, если не будет никаких вмешательств. Я смотрел новости сегодня перед занятиями, опять же, говорили об этом случае. Некоторые настолько обеспокоены тем, что происходит с этой женщиной, что даже представили этот случай на рассмотрение в Конгресс. Обсуждение происходит в Палате представителей, в Сенате. По-моему, сегодня в Сенате, в частности, о том, чтобы издать закон о назначении федерального судьи, который контролировал бы подобные ситуации. Если никаких резких перемен не произойдет, ее муж получит разрешение убрать от нее зонд для искусственного кормления. Это может произойти уже завтра после обеда. Вот почему в течение последних нескольких дней наблюдается такой всплеск активности в отношении этого дела. Также президент сказал, что если бы Конгресс решил издать такой закон, то он весьма расположен был бы к тому, чтобы подписать этот закон. Конгресс в штате Флорида пытался в течение последней недели-полторы издать закон, который отстрочил бы данный процесс. У Керри Шаева повреждение мозга. Но, насколько я понимаю, она не совсем в коматозном состоянии. Я думаю, что она вряд ли оправится от того, что происходит в ее жизни, но ее родители не хотят удалять зонд для искусственного кормления, потому что ясно, что это убьет ее. И они не считают, что это правильно. Хотя я не знаю, думают ли они, что есть реальный шанс того, что она когда-нибудь сама сможет восстановиться, хоть в какой-то мере, но они не хотят прекращать ее существование. А с другой стороны, ее муж является именно тем человеком, кто стремится получить разрешение удалить зонд для искусственного кормления. Он сказал, что хотя она и не составляла завещание, или аналогичный этому документ, он уверен, что поступает правильно, потому что раньше они, в общем-то, разговаривали об этом, и она сказала, что не хотела бы, чтобы в ней искусственно поддерживали жизнь в таком состоянии. Поэтому он хочет получить разрешение покончить с этим. Очевидно, что с 90-го года у него не было ничего похожего на нормальный брак. И то, что она все еще жива, означает, что он не может жениться на ком-лево еще. И я не думаю, что он считал развод возможным, так как это вызвало бы очень-очень негативную реакцию со стороны многих людей. Но вы должны в определенной степени с пониманием отнестись к его ситуации. Даже если вы не считаете, что его жене следует удалить зонт для искусственного кормления. Но мы еще поговорим об этих людях до окончания занятий, я надеюсь. А сейчас я хотел бы привести вам разнообразные факты и цифры. Некоторые из этих фактов и цифр относятся к вопросу использования противозачаточных средств. Но я думаю, они также относятся к нашему сегодняшнему обсуждению. Потому что с течением времени все больше и больше мы будем с вами слышать о том, что на этой планете живет слишком много людей. И вместо того, чтобы пытаться поддерживать жизнь в людях, находящихся на грани жизни и смерти, при этом качественно весьма ограниченную жизнь, лучше сделать что-то, чтобы прекратить их существование. И если этого не сделать, то численность населения будет так быстро возрастать, что мы просто не сможем восполнить нужды всех людей, и базовые ресурсы Земли будут истощены. Довольно часто можно слышать подобное беспокойство. Эта диаграмма показывает, насколько быстро численность населения Земли переходила от одного миллиарда к другому за период времени с начала XVIII века до примерно середины XXI века, предположительно. Период с начала XVIII по начало XIX века, а на самом деле, точнее, это будет по 1918 год, вот столько времени понадобилось, чтобы перейти от одного миллиарда людей, живущих на Земле, к двум миллиардам. Далее, еще миллиард прибавился в течение последующих 37 лет. Чтобы достичь численности в 4 миллиарда, понадобилось лишь 15 лет. Пятый миллиард прибавился за 13 лет. И в самом конце прошлого столетия, в 1999 году, мы перешли рубеж 6 миллиардов. И вы сами видите перспективу, что к 2048 году на планете Земля будет по крайней мере 9 миллиардов человек. И это весьма резкое увеличение. И сказать, что будет так много людей, не значит сказать, что они все будут идеально здоровы и не будут нуждаться в медицинской помощи или в чем-либо еще. Дело не только в том, что численность населения так стремительно возрастает, но ведь и люди живут дольше. И хотя это хорошо, плохо то, что хоть мы и живем дольше, это совсем не означает, что в конце этой жизни качество жизни является таким уж хорошим. И если всмотреться в эту проблему, то видно, что индустрия домов престарелых, если можно так выразиться, это растущая индустрия. И все больше и больше людей проводят последние дни и годы своей жизни вот в таких домах престарелых. А стоимость такого пребывания нельзя назвать незначительной. Итак, на этой диаграмме показано изначальное распределение всего населения Земли. Вы видите, к чему относится каждый из цветов, и население обозначается в миллионах. В 1950-х годах Китай и страны промышленно развитого мира, к которым относится Северная Америка, за исключением Латинской Америки и Карибских островов, а также Западная Европа, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Далее идут другие части мира. Азия, океания представлены здесь, и ясно, что численность населения в период между 1950 и 2002 годом в этих регионах, в каждом из них, возросла весьма значительно. Китай, конечно же, страна с самым большим приростом населения. И, как мы уже упомянули, говоря об абортах, начинаешь понимать, почему, когда видишь такие цифры и такой прирост, почему правительство Китая наложило требования, чтобы в семье было не больше одного ребенка. И если появляется еще один ребенок, если женщина беременеет во второй раз, то ей рекомендуют сделать аборт. Это, конечно же, не означает, что такая политика правильна. Но, когда видишь эти цифры, начинаешь чуть больше понимать, почему там так поступают. Чтобы помочь вам лучше представить себе, как быстро увеличивается численность населения, посмотрите вот на эту диаграмму. Это интересно. В 2002 году в мире прибавлялось примерно по 2,1 человека в секунду. Это означает, что получается, что 141 человек рождался каждую минуту. Представьте себе, это количество людей достаточное, чтобы наполнить самолет Boeing 737. Таким образом, сначала 2,5 человека в секунду. В день это составит количество людей достаточное, чтобы наполнить два больших спортивных стадиона. 2324 человека рождаются каждый день. В месяц эта цифра уже составит 6,2 миллиона рождающихся, что приблизительно равняется численности населения штата Индиана в США в 2002 году. Таким образом, в год 74 миллиона людей рождается, что приблизительно равняется численности населения Египта в 2002 году. В течение последующих пяти лет предвидится, что появится еще 371 миллион людей, что по сути составляет численность населения Западной Европы в 2002 году. Итак, когда вы видите эти цифры и понимаете все последствия, понимаете, что возросшая численность населения достигает конца своей жизни, особенно когда знаете, какое отношение к эвтаназии в некоторых частях мира, то эти цифры становятся малой, хотя скорее совсем немалой причиной для беспокойства. Итак, вы видите, что численность населения возрастает, и частично это связано с тем, что возрастает и средняя продолжительность жизни. Конечно, это хорошо. В 2002 году продолжительность жизни была 63,8. В 2005 году уже немного выше. Предвидится, что к 2015 году, я полагаю, это будет 66 лет или около того. Это среднемировой показатель для мужчин и женщин. У женщин средняя продолжительность жизни даже выше, и она будет возрастать еще больше. Предполагается, что это будет продолжаться до 2050 года. Если сложить эти факторы, возрастание средней продолжительности жизни с возрастанием численности населения, то можно увидеть причину присутствия беспокойства в отношении, скажем, системы социального страхования, продлится ли ее действие до того времени. Здесь указана средняя продолжительность жизни по всему земному шару за 2002 год. А здесь приводится комментарий о том, что в некоторых африканских странах средняя продолжительность жизни людей значительно ниже любого другого региона земного шара в 2002 году. А вот здесь разным цветом изображено, какова средняя продолжительность жизни человека, если он рождается в той или иной части мира. И похоже, что этот цветовой сектор указывает, что в Северной Америке средняя продолжительность жизни, я полагаю, составляет 60-69 лет, что вполне согласовывается с другими диаграммами. В других секторах средняя продолжительность жизни немного выше. Здесь, опять же, приводится прогноз того, какова будет средняя продолжительность жизни в 2050 году. И вы можете видеть, что здесь показатели выше. Ведь есть секторы, где, согласно прогнозам, из-за возрастания численности населения будет возрастать и средняя продолжительность жизни людей. Итак, давайте перейдем от темы, которая в целом является довольно позитивной, от темы средней продолжительности жизни, и посмотрим на некоторые цифры. Вы все, очевидно, знаете, кто такой Джек Геверкян. Последнее время мы много о нем слышали, так как он отбывал срок тюремного заключения за свою деятельность в качестве врача, помогающего в суициде. Доктор смерть, как его назвал кто-то. На этой диаграмме показано, скольким людям он помог или посодействовал в совершении самоубийства в период с 1990 года по 1998 год. И, как указано на этой диаграмме, в последнее время он не имел возможности заниматься этим. Так что кто-то также провел расследование и узнал, сколько людей, сколько жертв Геверкяна были мужского пола, а сколько женского. И также узнал, по какой причине, как они указывали, они хотели умереть и в этом получить от Геверкяна помощь. И здесь вы можете видеть огромный перевес числа женщин по сравнению с числом мужчин, которым он помог умереть. Что касается возраста его жертв, то похоже, что если вам от 40 с хвостиком примерно до чуть за 50 с лишним, то это как раз та возрастная группа, которая больше всего желала получить его услуги. Итак, как вы знаете, в конце прошлого десятилетия, в начале этого десятилетия, штат Орегон в США принял законопроект о содействии врачей в суициде. И это делает законными действия смертельно больных жителей штата Орегон в отношении их смерти. Если они проверились у нескольких врачей и убедились, что для них нет надежды на выздоровление, то они теперь имеют законное право обратиться к врачу с просьбой помочь им умереть. И здесь вы можете видеть статистические данные за период с 1998 года по 2002 год. Большой прыжок в цифрах между 2001 годом и 2002 годом. Также на этой диаграмме сбоку вы видите, что число людей на каждые 10 тысяч увеличилось. В период с 1998 года по 2002 год не гигантский, но по крайней мере за 4 года эта цифра желающих совершить суицид возросла больше, чем вдвое. С 6 до 13 на каждые 10 тысяч человек. Теперь, следующая диаграмма, на которой отражена попытка показать, что в период с 1978 года по 1998 год люди думали о таких вещах, как аборты, эвтаназия и суицид смертельно больных людей. И вот здесь видно, сколько из них считали, что это нормально, сколько считали, что это ненормально. И опять же, люди, которые были против абортов, суицидов и эвтаназии, составляли определенный процент населения. И явно видно, что с течением времени число людей, оспаривающих то, что не должно быть суицида, абортов и эвтаназии, также уменьшилось. Я повторю, число тех, кто утверждал, что не должно быть абортов и суицида уменьшилось. Судя по этой диаграмме, можно предположить, что люди, относящиеся к рабочим, возможно, более благосклонно отнеслись бы к эвтаназии при определенных обстоятельствах. Немало людей, которые утверждают, что только абортов не должно быть. А суицид и эвтаназия – это нормально. Похоже, что процентное количество таких людей немного возросло. И вот люди, которые благосклонно относятся ко всему этому, и к абортам, и к суициду, и к эвтаназии, вы можете видеть здесь, что их число постепенно возрастает, во всяком случае, в указанный период времени. Конечно же, это отражает отношения американцев. И я не знаю, что мы обнаружим, если посмотрим на другие части мира, например, Нидерланды, в которых закон о содействии врачей в суициде был принят еще в конце 1980-х годов. Итак, почему люди убивают себя? В 2002 году в рамках закона штата Орегон о содействии врачей в суициде кто-то провел опрос людского мнения по данному вопросу. И сейчас я приведу вам эти данные. 84% опрошенных людей ответили, что они боялись потерять финансовую независимость, если продолжат жить в обстоятельствах, в которых живут, и с помощью которых получают. В результате, не желая быть настолько зависимыми, каковыми им видится, они станут от медицинской помощи, они попросили содействия в том, чтобы прервать свое существование. 84% выразили беспокойство по поводу уменьшающейся способности делать то, что им раньше нравилось делать. И независимо от того, считаете ли вы эти причины достаточными, чтобы попросить помощи в совершении самоубийства, именно вот такие причины приводили эти люди. По крайней мере, потому как составлен этот закон в штате Орегон, нет ничего, что бы могло удержать вас от помощи в самоубийстве, если у вас есть причины, чтобы так поступить. 47% опрошенных ответили, что боялись потерять контроль над выполнением различных функций тела. И я полагаю, что это действительно может вызвать беспокойство, что придется полагаться на помощь друзей, на помощь других людей, и не так уж приятно будет находиться с ними в эти моменты. К тому же, они осознавали, что часто будут времена, когда рядом совсем никого не будет. Затем, 37% ответили, что их беспокоило то, что они причиняли боль своей семье, друзьям, опекунам, сами того не желая. И чтобы избежать этого, они решили, что будет лучше, если они умрут, чтобы не продолжать такое существование. И потом, 26% ответили, что для них причина была в том, что они боялись, что с прогрессированием болезни, и даже на той стадии, на которой они уже находились, они боялись, что не будет необходимых обезболивающих препаратов, и что с прогрессированием болезни они будут испытывать все больше и больше боли, и никакой препарат, никакого вида не будет достаточным. Итак, здесь изображена диаграмма, которая охватывает период с 1998 года по 2003 год. Количество рецептов, выписанных по препаратам, приводящим к летальному исходу в штате Орегон, как вы можете видеть, постепенно возрастает, и это продолжается. Затем, далее, следующие диаграммы отражают отчет отделения здравоохранения штата Орегон. И здесь мы видим, что 27 человек ушли из жизни в 2000 году от смертельных доз различных препаратов. Эти препараты намеренно были прописаны врачами по просьбе самих пациентов. Что можно сказать об этом? Что можно сказать об этих людях, кто видел себя бременем для семьи, бременем для друзей, опекунов, и кто считал это бремя достаточной причиной для самоубийства? Вот число таких составляло 63% в 2000 году. То есть 63% из 27 человек, которым помогли умереть. И, как вы видите, это огромный скачок по сравнению с предыдущим годом. Это также очень интересно. В 1999 году штат Орегон подсчитал, что приблизительно 37% людей, пришедших к врачам с просьбой разрешить или, скорее, помочь им умереть, были направлены на консультации к психологу. Итак, 37% этих людей была дана рекомендация обратиться к психологу и получить психологическую поддержку. И ожидания в этом действии были в том, что если человек поговорит с психологом, то, возможно, он сможет увидеть, что ему есть для чего жить. И тогда будет меньше вероятность, что он пойдет на самоубийство. Но в 2000 году процент направленных обратиться за помощью психологов очень сильно понизился. И все меньше и меньше врачей стали говорить, прежде чем мы пойдем в этом направлении, может быть, стоит, по крайней мере, попытаться поговорить с психологом. И вот еще, что очень интересно. Собственно, время между первоначальной просьбой пациента о содействии в суициде и моментом смерти от летальной дозы препарата уменьшилось. В 1999 году в среднем этот срок составлял 83 дня. К 2000 году только 30 дней в среднем между просьбой и исполнением просьбы. Несомненно то, что чем меньше дней есть у человека до исполнения его просьбы, тем меньше у него будет возможности пересмотреть свое решение. Итак, следующие диаграммы связаны с религиозными убеждениями. Это относится к тому, выступают люди за эвтаназию или же они против нее. На этой диаграмме красным обозначены люди, глубоко убежденные религиозные люди. И желтым цветом относительно религиозные люди. И, наконец, синим цветом совсем нерелигиозные люди. И вот здесь в левой дальней колонке находятся протестанты, фундаменталисты. А здесь измеряется процент тех, кто соглашается с эвтаназией. Убежденные религиозные люди, отмеченные красным, как вы видите, среди них совсем немногие согласны с эвтаназией. Далее те, кто отмечен желтым, среди них немного большее количество согласны с эвтаназией. И вот здесь те, кто нерелигиозные. Если грубо взять всю религию, то мы видим есть протестантизм, и вы сами видите цифру по протестантизму. Вторая колонка показывает католицизм. Похоже, что здесь наблюдается больше согласия с эвтаназией. И вы видите, есть огромная разница по сравнению с протестантами. Если посмотреть на то, насколько больше эвтаназия принимается католиками по сравнению с протестантами. И опять же, здесь это зависит от того, насколько религиозен человек. Третья колонка отражает отношения тех, кого можно назвать умеренными протестантами. Я думаю, что мы сюда не относимся. Я думаю, что мы относимся скорее к левой колонке. И далее последняя правая колонка отражает мнение либеральных протестантов, если можно так их классифицировать. И явно, что именно эта группа более всего соглашается с эвтаназией. Да, пожалуйста. А вам не кажется неожиданным, что более 40% убежденных протестантам фундаменталистов соглашаются с эвтаназией? Может быть, это американское общество в целом? Потому что цифра уж слишком велика. Да, я думаю, вы правы. Здесь говорится, что это данные НСРС. И я не совсем уверен, что знаю, что это за организация. Здесь собрана общая информация опросов общественного мнения. Я думаю, что здесь необходимо помнить о том, какое определение мы даем слову эвтаназия. Если мы определяем ее как то, что применялось в лагерях смерти, то, я думаю, ни одна из этих групп не проявит энтузиазма и принятие такой эвтаназии. Как вы увидите, существуют различные практики, которые подпадают под более общее определение эвтаназии. И некоторые из них неоднозначны. Я думаю, вы сами увидите, насколько сложны бывают случаи и, в принципе, поймете, почему некоторые люди, даже евангельские христиане, не проявляют особой уверенности в том, что нужно поддерживать жизнь такого человека в такой ситуации. Всегда интересно выступать с подобными презентациями в поместных церквах, где люди обычно не сталкивались с подобной информацией. Они слышали что-то из новостей, но от церкви ничего не слышали. И обычно, когда начинаешь говорить о некоторых формах эвтаназии, можно сразу сказать, что есть люди, которые думают, я не содействовал бы лагерям смерти. Но что касается отключения человека от системы искусственного дыхания в определенных случаях, или удаления зонда для искусственного кормления, да, наверное, я могу согласиться с этим в некоторых определенных случаях. И я полагаю, именно такое восприятие эвтаназии явилось причиной того, что цифры так велики, даже в довольно консервативных кругах. Итак, здесь вы видите религии, расположенные по проценту людей, соглашающихся с эвтаназией. Это периоды с 1977 по 1981 год, затем с 1982 по 1984 год, и затем с 1985 по 1987, с 1988 по 1990 и с 1991 по 1994 годы. и вы здесь можете видеть, что означает каждый из цветов, что даже в отношении тех, кто рассматривается как протестанты-фундаменталисты, а это группа людей, которые менее всего благосклонны к эвтаназии, к периоду с 1982 по 1984 годы среди них было по крайней мере 50% людей, которые говорили, что если человек неизлечимо болен, они считают, что врачу должно быть разрешено законом прервать жизнь пациента безболезненным способом, если этого потребовали семья пациента и сам пациент. Этим они не говорят, что при любых обстоятельствах они благосклонно отнесутся к эвтаназии и в любом ее проявлении. Итак, я привел вам некоторые факты и цифры. И самое последнее это религиозная вера и степень религиозности через призму согласия с эвтаназией. Здесь вы видите несколько колонок. К дальней левой колонке относятся люди твердых протестантских убеждений. Следующее люди не твердо придерживающиеся убеждений протестантов фундаменталистов. Каждые две колонки следует воспринимать отдельно. И цвет колонок на этот раз говорит вам о том, что люди думали в различные периоды времени. Красным обозначен период с 1977 по 1981 год. В этот период времени убежденные протестанты фундаменталисты были довольно негативно настроены к таким вещам. А с 1982 по 1984 год число тех, кто был позитивно настроен к эвтаназии увеличилось. Еще чуть больше сторонников эвтаназии добавилось в период с 1985 по 1987 год и так далее. Несомненно, что убежденные протестанты фундаменталисты значительно меньше благоволят к эвтаназии по сравнению с теми, кто не относится к убежденным протестантам фундаменталистам, хотя они и классифицируют себя либо как протестанты, либо как фундаменталисты. Итак, вы видите, что люди, которые не имеют связи с религией, всегда были большей группой, благосклонно относящейся к эвтаназии, и их количество продолжает увеличиваться с течением времени. Пожалуйста. Есть ли полная последовательность или прямая связь в том, что человек думает и как он на самом деле поступает? Одно дело спросить, вы за эвтаназию? А другое дело сказать, да, я согласен. Здесь нужно помнить, что в США только с конца 90-х годов начали легализовать эвтаназию. И нечто похожее происходило до этого в деле Роу против Уайта в отношении с абортами. Люди знали, что аборты происходят, но так как это не было законно, никто не занимался подсчетом цифр, и немногие люди признавали, что это происходит на самом деле. И также возможно, что некоторые из тех, кто был благосклонен к абортам, совершали аборты за пределами страны. Ведь не обязательно же совершать аборты в США, особенно если в некоторых штатах это считается противозаконным. На этой диаграмме изображено соотношение образования, религиозности и процента согласия. Если человек болен неизлечимой болезнью, думают люди, то врачу должно быть разрешено законом прервать жизнь пациента каким-либо безболезненным способом. Если пациент его семья просит об этом, так ли это? Итак, имеющие нулевое образование или образование в пределах 11 лет обучения в школе, убежденные религиозные люди были весьма негативны к такому подходу. Находящиеся в этих же возрастных рамках относительно религиозные люди были более благосклонно настроены. Интересно, что в целом люди более образованные имеют склонность вне зависимости от того, насколько они религиозны, более соглашаться с тем, что у человека должна быть законная возможность получить помощь врача в добровольном уходе жизни. Да, пожалуйста. У вас есть какие-либо предположения о том, почему это так? Я думаю, и это лишь предположение, я думаю, мы говорим о многих людях, получивших образование в светских университетах, где большой акцент ставится на освобождение людей и подтверждение их личных прав. И их учат понимать так, что мы, как индивидуумы, должны уметь решать такие вопросы и не оставлять их решения правительству, церкви или другой подобной инстанции. Продолжение следует... Продолжение следует...